Мы добрались до дома, и я наконец могу рассказать о переезде с животным в Таиланд. Это был наш первый опыт. Я никогда в своей жизни за границу не вывозила животного, именно поэтому я стала готовиться за целых три месяца. Мы пришли в ветеринарную клинику и сказали, что мы улетаем в Таиланд на долгое время с собакой, и они нас проконсультировали, что нужно сделать. Самое первое, что должно быть у каждого животного, это вот такой ветеринарный международный сертификат. Он должен быть у каждого животного. Обложка может быть разная. Нам именно от заводчика досталась такая обложка. Обязательными условиями в этой книжке должно быть фамилия, имя, отчество владельца, адрес проживания, кличка собаки, причем это имя собаки, которое дается, если у вас породистая собака, то дается при рождении, а не той кличкой, которую вы называете ее. Дата рождения собаки, пол собаки, порода, окрас, какое клеймо, если оно есть, потому что в некоторых странах можно влетать, чтобы собака была просто с клеймом. Клеймо это татуировка, чаще всего она встречается на пузике. И имя заводчика. В Таиланд очень часто прилетают без чипа, но когда они хотят вывезти собаку, то у них это не получается, потому что, чтобы вывезти собаку, у нее должен быть обязательно чип. Именно на второй страничке вам ставят вот такой штрих-код, он приклеивается от чипирования, ставится дата чипирования и где стоит чип. Мы заплатили за чипирование в районе 700 рублей, и по-моему это у нас вышло даже с прививкой. Да, совершенно верно, за прививку и за чипирование мы отдали 700 рублей в общем. Я считаю, что это очень мало, потому что я слышала, что в Таиланде одно чипирование стоит 1500 бат, а это на минуточку 3000 рублей. Поэтому лучше сэкономить и прочипировать собаку сразу. Также у собаки должна стоять прививка против бешенства. Мы ее до этого не делали, потому что я о собаках мало что знала. Прививка должна делаться не ранее, чем за 30 дней до отлета, и не позже, чем за 3 месяца. Следующая страничка это у нас основная вакцина против чумы собак. И здесь очень важный момент. Я звонила в аэропорт и очень много спрашивала по поводу того, какие нам прививки нужны. Потому что помимо того, что мне скажут ветеринарные службы, мне нужно знать, что требует страна-импортер и страна-экспортер. Это очень важные вещи, потому что у каждой страны есть свои правила. И мне сказали, что в прививке против чумы должно обязательно стоять лепта. Это прям обязательно. У нас препарат был на бивак, то есть вот они на клеечке, здесь все написано. И обязательно должно стоять лепта. Я не знаю, что это обозначает, я даже как-то не узнавала, но мне сказали, что это обязательное условие, что если не будет этого лепта, а у нас написано, то скорее всего собаку не выпустят. Также, если вы владельцы собак, вы должны знать, что раз в месяц собаку нужно обрабатывать против блох и клещей. Недавно в Таиланде был именно прям сезон клещей, когда мы с Бадикой снимали по 2-3 штуки после каждой прогулки. Это было очень напряжно, и поэтому мы с ним так редко гуляли. Сейчас начался сезон дождей, и мы уже перестали как-то даже просматевать. То есть иногда просматриваем от клещей, но чаще всего уже не смотрим, потому что они уже не такие активные, как были до этого. До этого было страшно его вообще хоть куда выпустить. Мы его даже просто на маленькую такую лужаечку отправляли, чтобы он там сходил, сделал свои дела. Причем там действительно метр на метр было, и он там умудрялся поймать клещей. Поэтому обязательно смотрите, чтобы у вас собака была в срок проблошена. Это обязательное условие в Таиланде. Если вы перелетаете с собакой, обязательно берите с собой препараты, причем самые мощные, которые есть. С апреля по май это самый активный сезон клещей, который мы для себя выявили. Также дегментализация. О, я выговорила. В общем, собака обязательно должна проглистовываться каждые 3 месяца. И если вы владелец собаки, вы также должны знать, что препараты с открытой крышечкой держатся до 3 месяцев. Но так как вы собаку проглистовали, дали ей препарат, закрыли, убрали в темное прохладное место, и через 3 месяца вы ему еще раз дали, то дальше вы уже не сможете пользоваться. Если вы имеете маленькую собаку, то вот такого бутылька вам хватит на несколько раз, поэтому приходится выкидывать. Также запаситесь, если вы планируете в Таиланд на год, то запаситесь хотя бы тремя штучками, чтобы они у вас были. Мы взяли с собой еще одну запасную, потому что мы не знали, сколько мы здесь пробудем времени. И, в общем, нам уже мама передавала через летящих знакомых, чтобы они взяли эти вещи, довезли до нас. По поводу чипирования и прививки, вы их можете сделать в любой ветеринарной станции, в платной, бесплатной, это уже от вас зависит. В любом случае вам придется платить за препараты. Это занимает не больше 5 минут, и когда нашего бадика чипировали, я когда увидела иголку, я чуть не упала в оморок, я вообще на такие вещи очень большая паникерша, но даже не пискнул, поэтому это действительно безболезненная процедура. И дальше он себя очень хорошо чувствовал, все прижилось, поэтому не переживайте, чипы очень маленькие вставляются. И никакого дискомфорта нет, я даже прощупать его не могу, он находится под левой лопаткой. Дальше, конечно же, мы позвонили в компанию авиаперевозчика. У нас стоял очень такой серьезный вопрос, с какой же авиакомпанией лететь. Изначально мы хотели полететь через Гонконг, потому что это были самые дешевые билеты из Владивостока. Нам нужно было долететь до Гонконга, там была пересадка и уже до Бангкока. Составляла она 40 тысяч рублей, это два человека в одну сторону, но так как мы летели с собакой, нам через Гонконг лететь было нельзя, потому что там собак отправляют на карантин. Через Японию мы тоже не узнали как, поэтому нам пришлось звонить моей подружке, которая созвонилась с туроператорами, которые ей сказали, что можно отправить только одним рейсом, это будет через Корею, компания Корея Нэр, то есть из Владивостока Корея Нэр до Сеула и из Сеула до Бангкока тоже Корея Нэр. Мы согласились, но билеты у нас вышли аж в 77 тысяч на двоих. И при том мы еще заплатили в аэропорту за сбор, за то, что мы провозили Бадика, мы заплатили еще 150 долларов. Тогда доллар был 78 рублей, и они посчитали по очень большому курсу, и нам пришлось заплатить где-то 11 тысяч рублей, то есть просто за перевозку собаки. И важный момент, если ваша собака будет лететь с вами в салоне, вы должны уточнить у авиаперевозчика, до скольки килограмм можно провозить собаку в салоне. В Корея Нэр сказали, что провозить животное в салоне можно до 5 килограмм весом вместе с переноской. Слава Богу, у нас Бадик весил всего 3 килограмма, и то есть 2 килограмма переноска. Мы купили большую пластиковую удобную переноску. Дома мы ее использовали как домик для животного, и Бадик в ней периодически даже спал. Но когда мы позвонили уточнить параметры именно сумки, нам сказали, что она не подходит, нужны параметры намного меньше. Хотя я знаю, что по международным правилам перевозки животное должно вставать в переноски, то есть умудриться встать в полный рост и развернуться на 180 градусов. По их параметрам собака не могла такого сделать. Нам пришлось взять эту сумку, и Бадику было крайне неудобно. То есть по росту он мог встать, но когда он ложился, у него лапы вот таким образом опирались, получается, на стеночку сумки, и ему было очень некомфортно в ней. И, кстати, в аэропорту у нас никто его не взвешивал. В аэропорту никто не замерял параметры сумки, поэтому я уверена на 100%, что когда мы полетим в гости в Россию, либо будем возвращаться в Россию, то я буду брать переноску побольше и буду плевать на эти правила, потому что эти правила все равно никто не соблюдает. Дальше нам нужно было позвонить в ветеринарную службу, ну именно в ветконтроле аэропорта, и узнать, какие правила у них провоза животных. Они сказали, что мы им должны предоставить справку формы А. Эта справка выдается в государственной ветеринарной клинике после полного осмотра собаки и всех прививок. Стоит знать, что справка действует после выдачи всего 3 дня, поэтому заранее не делайте такую справку, ее нужно делать именно перед самым вылетом. Я привозила Бадика 2 раза в эту клинику. Первый раз, когда мы отвозили Бадика, они его посмотрели, а во второй раз нам уже выдали справку. Как мы получали эту справку? Мы приехали в государственную клинику, привели Бадика, они его осмотрели, сказали, ну буквально его осмотрели 2 минуты, сказали, что у вас собака здорова, и дальше началось заполнение документов. Нам попалась девушка, которая просто не умела обращаться с клавиатурой. Она набирала эту справку очень медленно, потом оказалось, что неправильно, она опять переделала. В конечном итоге я психанула, села за компьютер и сама напечатала эту справку. Ну потому что действительно, сидеть полтора часа, она ждала такси, я была с Бадиком, он сидел в переноске, он плакал, ему было неудобно. То есть настолько суета перед отлетом, что мне некогда было ждать, пока она этот листочек А4 заполнит 4 графы, просто час будет сидеть заполнять. Это просто у меня уже стали нервы. После этого мы получили сертификат, с которым мы уже отправились в аэропорт. И, кстати, за 2 недели мы Бадюське стали давать успокоительные. Он назывался, по-моему, Кот Баюн, потому что до этого мы покупали какие-то другие, но они ему совершенно не помогали. Он стал более спокойный, более послушный, как-то, ну, меньше реагировать на всякие раздражители. То есть в аэропорту это действительно сыграло важную роль, и особенно в самолете. Поэтому не бойтесь, это не так вредно, это все на травках, собакам это бывает периодически полезно, и даже для коррекции поведения часто дают эти успокоительные. Насколько я паникерша, я вам советую, что перед путешествием обязательно давайте собаке успокоительные. В день отлета мы ехали в аэропорт на машине 2,5 часа, так как мы останавливались, чтобы выгулить Бадика, чтобы он нагулялся, потому что перелет был очень длительный. Он стойко перенес эту поездку в 2,5 часа до аэропорта. Я не ожидала, потому что он никогда не ездил на такие длительные расстояния, а это было действительно большое расстояние для него. Но ему было интересно, любопытно, тем более, что мы останавливались, он прыгал в снегу, так как мы улетали в феврале. Он такой счастливый был, что, мне кажется, ему это было все даже интересно, как какая-то игра. Зарегистрироваться на рейс до того, как мы зарегистрируем собаку, было нельзя. Мы пошли в ветеринарную службу аэропорта, в которой мы предоставили справку формы А. Я взяла на всякий случай еще все его документы. Это именно паспорт, даже от чипов наклеечки здесь, даже щенячья карта. Я все с собой забрала, потому что, ну, кто его знает, в аэропорту звонила, сначала одни говорили одно, потом другое, потом третье, пятое. Я уже говорю, ребята, определитесь, какие правила вам нужны, потому что это было настолько просто... У меня столько нервов утекло, когда я разговаривала со службой ветеринарного контроля. Одним было пофигу, другим не пофигу. Я звоню, берет мужчина, говорит, да я вам вчера объяснял. Я говорю, я вам еще не звонила. Он говорит, да я вам уже все сказал. То есть настолько безалаберное было отношение. Но когда мы приехали, мы предоставили документы, то есть именно эту справку, ветеринарный сертификат. Я говорю, животное показывай. На что очень милая женщина сказала, нет, я и так вижу, что у вас собака в порядке, зачем? Ну и тогда я спросила тот вопрос, на который нигде не могла найти ответ. Можно ли с животным ходить по аэропорту? Мне сказали, что если ваше животное не будет метить, а мы сразу одели на бадика памперс, то на поводке, пожалуйста, пусть бегает. Ну и естественно, конечно, я его отпустила, потому что до отлета у нас было еще очень много времени. И зачем собаке сидеть в сумке переноски, когда можно побегать? Справку нам делали где-то в течение получаса. Мы успели покушать, мы успели походить с бадиком туда-обратно, его немножко выгулить. И когда пришло время регистрации, мы подошли на стойку. Нас попросили международный сертификат, который нам выписали уже в ветеринарной службе. Предоставили эту справку, заплатили пошлину за бадика. Нам дали какие-то талоны на корейском языке, так как мы летели через Корею. И сказали, что все, мы можем регистрироваться, то есть мы уже сами можем зарегистрироваться на рейс. Но есть один минус. Я знаю такие правила, что бывают, регистрируют, если летят с животными, одни в хвост, других вперед. Нас посадили в хвост, причем на два рейса. Это было просто ужасно, потому что собака в хвосте, когда самолет трещется, она еще больше начинает нервничать. А работники аэропорта именно посадили нас в хвост. Мало того, что мы сидели в хвосте. Корейн-Эйр хорошая компания, там вполне большие расстояния. Но буквально было три ряда в самолете, когда мы вылетали из Владивостока. И через ряд с нами была еще одна собака. И когда мы сидели в самолете, самолет начал просто уже включать турбины, разгоняться, взлетать. Они начали лаять и друг другу жаловаться. Они скулили на весь салон. Совет сотрудникам аэропорта. Да, сажайте людей с животными в разные совершенно части самолета. Так, как это положено. Ну, а дальше расскажу уже о самом перелете. В общем, когда мы взлетали, Бадюська действительно очень сильно переволновался. Максим решил приоткрыть сумочку, чтобы его погладить, успокоить. Но он начал вырываться. А в это время мы взлетали. Перепад давления. Я сидела вот в таком состоянии. Максим пытался поймать Бадика. Это было что-то непонятное. В общем, мы взлетели. До Кореи мы летели в течение двух часов. Бадик поначалу скулил, потом даже успокоился. И вроде даже успел поспать. Когда мы приземлялись в Корее, он даже не пискнул. То есть приземление было действительно отличное. Оно даже не почувствовалось. Мы сели, вышли из аэропорта. Я сразу Бадика выпустила. Все сотрудники Корея НР, когда мы вышли из аэропорта, нас сразу встретили и сказали, куда нам идти. Ожидание в аэропорту Сеула у нас было два часа. В итоге вылетали мы уже на двухэтажном самолете. Взлет был вообще незаметен. То есть у нас Бадюська как спал в переноске, так и не проснулся даже. Есть он опять же отказывался пить. Я в него вливала шприцы, потому что это нужно было. Все это время он был в памперсе. Но зато я заказала морепродукты, когда нас спрашивали, что мы будем. Да, там рыбу, мясо или морепродукты. И креветки он с удовольствием слопал. Поэтому пришлось уже немножко пожертвовать его здоровьем ради его же благополучия. Приземлялись мы тяжелее. И когда я ему сказала, что все, больше не будет перелета, все, мы сели, а мы часто с ним общаемся, и он нас понимает, он начал скулить, что выпусти меня, выпусти, выпусти. В общем, когда вы прилетаете в аэропорт Бангкока, забираете багаж, обязательно не выходите из аэропорта, идите в службу ветеринарного контроля. Вы можете спросить, вам могут объяснить, показать, то есть как угодно. Мы нашли очень быстро, она находится недалеко от багажной ленты. Вы приходите туда и говорите, что вот, вот у меня международная справка, я привезла собаку из России, то есть выдайте мне декларацию на собаку. В общем, вас попросят заплатить, по-моему, 100 бат, но говорят, что в некоторых случаях просят 1100. Нам повезло, мы заплатили всего 100 бат, и нам выдали справку, они заполняли очень долго, это было просто где-то мы час-полтора потеряли, но нам выдали эту справку, потому что по этой справке вы будете вылетать обратно. Это очень важное условие, потому что некоторые привозят животных и проходят мимо ленты, и потом не знают, как вывезти своего животного обратно в Россию. Ну, а после этого мы уже сели в такси и поехали благополучно до Паттайи. У нас дорога заняла еще около полутора часов. Мы также останавливались, Бадюська там бегал, уже новый запах, ему было очень интересно. Ну, а сейчас он живет здесь, и большее количество времени он проводит, как и в России, дома, но мы с ним также выходим и на улицу, мы с ним выходим на море, как сегодня вы уже видели. Поэтому я считаю, что ему здесь очень нравится. Если в России зимой мы выходили, это надо было на него одевать комбинезон, ботинки там и так далее, потому что, если вы не знаете, у йорков нет подшерстка, у йорков растут волосы, и им очень холодно бывает даже. Как сегодня я снимала видео, он там весь трясся после моря, потому что ему действительно было холодно. Это не трясучая порода собака, им правда бывает холодно, либо страшно. То есть они не всегда вот такие вот паранойки. Ну и сейчас мы столкнулись с проблемой поиска корма для йорков, но в итоге мы нашли, где это можно купить. Покупаем здесь, также продаются пеленки, памперсы и все для животных. Поэтому, если вы планируете уезжать на долгий срок, то не бросайте животных, забирайте их с собой, если вам позволяют финансы и позволяет время здесь, которое вы будете проводить. Потому что они же дети, их же нельзя просто взять и выбросить, или отдать кому-то, или особенно усыпить, как я слышала, много случаев таких бывает. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо всем большое за просмотр. До новых встреч!